Вопрос. Женщина задает вопрос. Я проживаю в Саудовской Аравии, так как работаю здесь. В прошлом году я совершила хадж вместе с двумя своими подругами. Махрама со мной не было. Каково религиозно-правовое заключение в отношении подобного? Ответ. Хвала Аллаху. Пророк сказал, езжай и соверши паломничество со своей женой. Хадис приводят Аль-Бухари и Муслим. Поэтому женщине запрещено выходить в путь без сопровождения Махрама. Махрамом является мужчина, за которого всегда, а не временно, запрещено выходить замуж. Это может быть родственник или близкий человек по другим прописанным шариатам связям, к примеру, по причине женитьбы или кормления молоком. Махрамом может быть только половозрелый и разумный человек. Человек, не достигший половозрелости, и человек, находящийся ни в своем уме, не может быть Махрамом. Мудрость в присутствии во время путешествия Махрама состоит в охранении женщины в пути и ее защите. Чтобы люди, которые не боятся Всевышнего Аллаха и не проявляют милости к его рабам, не навредили ей. Нет разницы, сопровождают ее женщины или нет. Находится она в безопасности или нет. Даже если она выезжает с женщинами из своей семьи, находясь при этом в совершенной безопасности, ей запрещено выходить в путь без Махрама. Так как посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, велел мужчине ехать и совершить паломничество со своей женой. Он не спросил его о том, уехала ли она в сопровождении женщин или нет, в безопасности она или нет. Если он, алейхи салалату ассалям, не расспросил об этом, то значит это не имеет значения. Это и является верным мнением. В наше время некоторые люди допустили послабление и позволили женщине путешествовать на самолете без Махрама. Это, несомненно, противоречит ясным словам доказательств. Путешествие на самолете не отличается от другого. Во время него также может возникнуть опасность. Когда Махрам сопровождает женщину во время путешествия на самолете до аэропорта, он покидает ее уже после того, как она входит в зал ожидания. Она остается одна, а самолет может вылететь по расписанию, а может и опоздать. А возможно, самолет вылетит в определенное время, но вынужден будет вернуться или приземлиться в другом аэропорту, не в том, куда он направляется. Или, возможно, самолет приземлится в аэропорту направления, но по каким-либо причинам позже ожидаемого прибытия. Если же самолет прибудет точно по времени, то ведь и встречающий ее Махрам может опоздать, проспать, застрять в пробке, у него может сломаться машина или он может опоздать по каким-либо другим причинам. И даже если Махрам не опоздает, в самом самолете ее соседам по креслу может оказаться мужчина, который обманет ее, который привяжется к ней, а она к нему. В заключении, женщина должна бояться Аллаха и не выходить в путь без Махрама ни для совершения паломничества, ни ради других целей. Махрамом должен быть половозрелый и разумный мужчина, и Аллаха мы просим о помощи.